шалом всем привет сегодня расскажу про получение биометрического паспорта получение даркона в общем всех документов вообще которые в израиле только есть и я через все это прошел поэтому хочу поделиться опытом вообще когда ты только приезжаешь в израиль новый репатриант тебе дают вот такую книжечку и и очень просто как раз перепутать с дарконом вот эта книжечка нового репатрианта то есть она как бы там просто есть вот сразу как вы приезжаете страну в израиль вам присваивается уже номер паспорта номер теуда дзиут так называемый и этот номер это номер можно сказать вашего страхового полиса номер вашего это ваш главный номер вон как будут нужно знать наизусть и он является логином чтобы войти например во многие какие-то госуслуги даже если вы сотовым телефоном сотовые покупайте сотовые связь там тоже нужно нужно вводить когда входишь в свой личный кабинет все как бы везде есть вот но вот эта штучка она действует типа три месяца это называет туда талле да бать это вот от али то есть это вот не зеут это туда талии доставление нового репатрианта когда приезжаете нужно сразу же его стараться поменять поскорее на паспорт на паспорт вот на я не могу не хочу светить как бы персональные данные наши поэтому показываю все в обложках а вот вы вы меняете на такой аналоговый не биометрический обычный паспорт можно принципе некоторые люди умудряются и сразу поменять и на биометрию вот на обычный про получение обычного такого временного удостоверения личности которые длится по 9 месяцев что-то типа такого я снимал отдельное видео про то кого получить точно также я снимал собственно видео отдельное можете посмотреть их на канале про то как мы подавались на даркон и на биометрический паспорт мы тоже подробно про это рассказывал но сегодня расскажу как собственно мы получали этот даркон и биометрический вот так выглядит даркон это собственно он то есть такой типа паспорт он собственно есть паспорт да даркон туда дзеут это как бы такое удостоверение личности ваша вот и даркон в общем мы одновременно получали ты у дат зеут биометрический и даркон у нас уже было вот это временное удостоверение на 7 месяцев да и когда мы в самом начале еще думали вот мы пришли когда еще жили в решении первый наш месяц мы пришли в месрат клиту нет месрат апним путаем клита это муниципальная как то сказать а это иммигрейшн да это продает корзину а месрат апним это мвд и в общем мы пришли в воде и говорим вот а вы можете нам дать сразу биометрический паспорт они говорят ну типа нет мы вам не можем дать биометрический паспорт так что давайте сначала мы вам дадим временное ну мы сказали окей давайте и нам мужик охранник стоял он говорит как бы вы не парьтесь это временное оно такое же обычное нормальное с ним весь израиль как бы живут с этим вот временным это просто аналоговый но обычный паспорт не биометрический с ним вот люди десятилетиями жили вот так что он абсолютно никак вас не поражает в правах и вы обычный как бы за гражданин уже можете идти там на выбор спокойно а вот соответственно и потом мы долго ловили очередь через май визит я снимал про это видео как мы ловили 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 очередь поймали очередь и записались на получение даркона и даркона и биометрического паспорта значит чтобы даркон получить нужно заплатить пошлину мы заплатили 150 шекелей давай а вот и на биометрический по моему там ничего даже платить не надо вроде вот то есть я подробно снял видео как мы туда пришли как мы подавались на так он теперь как его получить это тоже целая блин история ребята казалось бы что так получить паспорт обычно как это работает в москве москве ты его подаешься на куинь паспорт там на загран паспорт ты приходишь в учреждение там подаешься этом сканируют уже отпечатки пальцев на всякие такие дела делают фотографируют кстати как меня ужасно фотографировали москве небольшое отступление у меня такая идиотская фотка на паспорте загран в российском такое ощущение что это какой-то накуренный просто потому что там ужуткая какая-то вспышка так вот тут фото это хорошо в израиле фото это хорошо без каких-то дурацких вспышек в общем красивые фотки получаются вот и тут по-другому то есть у нас ты подался на загран паспорт и обратно должен в мвд прийти в россии то в израиле тут вообще по-другому тут все посылают на почту это большая проблема потому что но репатрианты часто где-нибудь ездит туда-сюда соответственно я не исключение и скорее даже такое исключение потому что мы совсем такие путешественники вот мы везде тут живем там живем понедельки через airbnb вот соответственно ну хорошо что у нас есть друзья дальние дальние родственники в общем которые нам нам помогли из и разрешили нам указать их адрес для доставки документов фишка в том что вот это важный момент который большинство людей не знают наверное даже в израиле крайне сложно изменить прописку это прям вот реально квест то есть когда вы только приезжаете в израиль вы вот в аэропорту вам дают вот эту замечательную книжечку нового репатрианта от иуда талия и там ставит печать с адресом который вы там скажете и но это как бы этот адрес он ничего как бы вообще не значит потому что ну как бы у нас там поставили печать адрес в иерусалиме потому что мы в мали поехали нам больше некуда было ехать но по факту мы потом там типа на следующий день в приехали соответственно как бы суть в том что потом уже когда мы приехали в решен и пошли мисс рад об ним там очень долго не хотели у на нам соответственно эту прописку ставить но мы там просто стояли говорили то что вот ну как мы живем что нам делать поставьте нам прописку нужно оформить документ но точно в конце концов оформили документ просто с наших слов я даже не показывал никакой договор аренды ничего просто потому что ну типа ты новый репатриант у тебя это книжечка понятно что тут где-то живешь ну вот берут по-хорошему нужен сразу договор аренды вот но мы там показали удостоверение человека которого которого мы снимали то есть вот если вы придете лучше всего прийти с человеком с которым у которого ты снимаешь или чтобы был договор правда какой-нибудь или хотя бы договор с airbnb бумажку распечатать ну хоть что-нибудь вот но лучше как бы всего наверное это взять сфотографировать просто можно попросить человек у которого вы живете сфотографируйте его а паспорт ну ты туда талии и эту фотку покажите вот мы так сделали и соответственно нам пробили этот адрес но потом вот этот адрес вы хрен поменяете чтобы потом поменять этот адрес его можно менять самому самому самостоятельно через госуслуги раз в год соответственно разбор не чаще в остальных случаях вам нужно идти в мвд и там предоставить им договор об аренде причем это должен быть договор об аренде на год если вы дадите им бумажку то что вы снимаете на месяц на rnb и что они они не будут вам менять прописку не скажете идите и это весьма печально это весьма печально потому что новый репатриант он приехал тут пожил месяц потом день там переехал другое место очень так не работает типа в основном люди же идут по какой-то такой проторенной тропе в основном люди снимают сразу на год и это проще тебя прописывают где-то и все то есть израиль как государство крайне не заинтересован в том что вы вот болтались туда-сюда и ездили тут-тут пожили тут-тут как бы чтобы все сидели на одном месте за всеми можно было следить кто-то что-то чего-то ну из-за безопасности вообще а вот ну а такие вот свободные художники вождена это очень редкий случай во первых тут крайне редкий и вот ты сталкиваешься с большие проблемы то есть вот я не могу поменять прописку вот у меня сейчас официально на Airbnb снял на месяц жилье у меня есть договор Airbnb на месяц там написано вот на месте я заплатил там столько-то шекелей официально абсолютно съем я пришел с тем договором мне сказали мы вам не будем менять прописку вот вы на год принесете наговор мы вам поменяем а так идите нахуй и вот у меня старая какая-то там прописка стоит все ее проверять поменять практически нельзя но как бы фиг с ним это не важно Потому что когда вы указываете Когда вы хотите получить паспорт и Даркон Дарконы туда отвезут Потому что паспорт и есть Даркон Тут есть как бы удостоверение личности Туда отвезут И есть паспорт и есть Даркон Соответственно, когда вы хотите получить Вы просто говорите Куда их доставить Вы можете попытаться поменять адрес Вдруг там будет добрый дяденька Потому что ну или тетенька Потому что в принципе они могут вам поменять эту прописку Это не проблема Просто как бы у них То ли у них какие-то инструкции есть То ли просто они очень вредные и не хотят работать. И то, и то очень вероятно. Но в целом Израиль это очень такая неформальная страна. И мы очень вежливые, супер вежливые со всеми. Мы очень такие мягкие, стараемся наладить общий язык. Но видите, иногда это помогает, и люди могут тебе помочь. И взять тебе и поменять вот эту прописку. А в большинстве случаев не поможет никак. Соответственно, тут много неформальных таких вещей. То есть они как бы могут ее поменять. По идее, может быть, даже они должны поменять. Если у тебя есть на месяц какая-то бумажка официальная. Но они не хотят ее. Если ты человеку не нравишься, или у него плохое настроение, он в жизни тебе ничего не сделает. Потому что, наверное, можно начать скандалить. Но это, наверное, мы просто вообще не любим такой момент. Но еще у нас нет иврита. Соответственно, это еще один большой минус. Мы пришли, кстати, сейчас в отделение МРД. Там был русскоговорящий сотрудник один. Но мы попали именно к ивриту, говорящему. Вот с нами стоял переводчик. Все это нам говорил. Вот так что, в общем, очень сложно принять прописку. Учтите. И, в общем, я не знаю, что сказать. Старайтесь где-нибудь, чтобы лучше всего, если вы планируете даже ездить, пропишите где-нибудь в центре страны. То есть вот мы тоже прописаны, получается, в центре. Нам это сильно удобно. Потому что где бы мы не были, можно туда приехать. Следующий, значит, вопрос. Куда это все вам приведут? Мы указали адрес наших дальних-дальних родственников. И им пришли наши паспорта. Тут была такая загвоздка. По идее, вот эти паспорта, их вам вручают лично. Вот когда мы были в МВД и подавались на Даркон и на Теудат-Зиуд биометрические, нам дали вот такую бумажку. Типа, как получить, как активировать ваше удостоверение личности. Вот такая памятка. Она есть в интернете, в PDF. Просто загуглите. Ваше новое биометрическое удостоверение у личности Израиля. Найдете такую бумажку. По идее, когда вы подались на пираметрию или на Даркон, указали там какой-то адрес, куда это должны доставить, и он не обязательно должен совпадать с адресом прописки. Такой лайфхак. По идее, вам должны вручить его в руки. Ну, естественно, это Израиль. Соответственно, это такая неформальная страна. И так как мы были вообще очень далеко, когда этот Даркон пришел, мне позвонил курьер, говорит, алло, вы дома? Я говорю, нет, меня дома нет. Он говорит, ну ладно, а что бы, что вот сделать? Как вот мне? Я говорю, ну вы можете просто бросить его мне в ящик. Ну, типа, мне в ящик. Он говорит, ну хорошо. Короче, он просто бросил в ящик эти паспорта наши. И я очень довольный. Значит, просто потом приехал и их забрал. Причем, Теудат Зеуд, его сделали очень быстро. Типа, за неделю, за полторы, наверное. А вот Даркон, его делали нам месяц, что ли. Вот так, ну долго. Ну, в общем, потом мы просто тоже его положили. Точно так мне позвонил курьер, говорит, ну что вы тут? Я говорю, я не тут. Я говорю, ну и что делать? Я говорю, ну положите в ящик. Положил в ящик все. То есть, вот тут такая, по идее, написано, что очень строгая, так сказать, процедура. То, что у вас есть какой-то персональный код, который нужно по-сыльному там сообщить. Какие-то пароли персональные, значит, то, что, мол, это вы именно вам только в руки должны вручить этот паспорт. Чушь, конечно, потому что два раза курьеры мне звонили. И тот это все бросил. То же самое у меня такое было с симками. Помните, я рассказывал, что мне симку должны были в руки вручить. Мне ее два раза клали в ящик соседней синагоги, потому что не могли найти мой адрес. И никто мне даже не позвонил. Тут хотя бы позвонили, спасибо. То есть, тут очень, Израиль очень неформальная страна. В этом плане, хотя можно нарваться, наверное, может быть, в разных муниципалитетах. Это все по-разному. По-разному бывает. Ну, мне, кстати, эта неформальность нравится. Благодаря ей можно как раз получить вот какое-то такое удобство. Потому что так нам нужно было за 3-9 земель куда-то ехать к этому посыльному через весь Израиль, получать этот паспорт. Потому что мы были в другом месте вообще, где-то в Иллате. Вот, соответственно, это было удобно и хорошо, что он бросил это в ящик. Но, конечно, не очень безопасно. Я бы предпочел сам сходить, собственно, в это МВД. Такая опция есть. То есть, в чем идея? То, что если вас нет дома, например, и они не могут вам лично это вручить, то ваши паспорта, Теудат Зиуд Дарконы, они отправляются в местное отделение почты и ждут вас там 2 недели. Вы за 2 недели можете взять, прийти на эту почту и получить их. То есть, если даже доставщик пришел и вас нет. Это первая вещь. Если вы за 2 недели не пришли, просто это в МВД отправят. И вы уже можете прийти таки в МВД. То есть, есть такая опция. Можно действительно этой почтой, грубо говоря, не пользоваться вообще. Но единственная проблема, потому что это Израиль, детка, вполне может все потеряться. Я вот пришел, когда мы стояли просто в очереди, пришел дедушка и говорит, слушайте, чуваки, а вот я жду Даркон уже 3 месяца. Мне ничего не пришло. Ему начали пытаться найти. В общем, его потеряли где-то на почте и все. Человек как бы заново подается на документы. Вот, так что будьте аккуратны и желательно все-таки получать этот Даркон и Теудат Зиуд у посыльного. Как написано прям, посыльное. Такое слово последний раз слышал, я не знаю, красивое слово. Вот, лучше, чем курьер, кстати. Миллион раз посыльный, романтично звучит. Вот, такой наконец качет. Но еще раз, это неформально, так что просто вам бросит его в ящик. Ну, в Израиле как бы это безопасно реально. Тут как бы очень безопасно все. То есть, люди тут машины не закрывают, у них окна у всех опущены вниз. Люди их дома не закрывают. То есть, наверное, есть места в Израиле как бы стрёмные. Такие и существуют, в принципе. Но 99% таких вот других мест, они абсолютно безопасны. Люди не закрывают тут квартиру на ключ. Вообще, просто машину не закрывают. Велосипеды, ну, велосипеды привязывают. То есть, велосипед могут стащить, наверное. Хотя я часто очень вижу, хороший горный велосипед. Такой стоит, не знаю, тысячу баксов. Вот просто он валяется. Чувак пошел там чем-то заниматься, валяется горный велосипед. Вот. Мы, кстати, снимали. В Элате, понимаешь, мы видели велосипед этот? Электрический тоже валялся. То есть, тут как бы, ну, просто очень высокий уровень жизни. Поэтому тут не воруют. Естественно, ваш паспорт никто воровать тоже не будет из этого ящика. Но, как бы, есть процедура. Вот. После того, как вы такие, ваши лапки попадет, этот счастливый билетик, вам нужно его активировать. Даркон, Даркон, его активировать не надо. Вы его просто получаете, получили, и все, молодцы. А вот биометрический паспорт, его активировать надо. Как это делается? Просто вам на телефон приходит смс и говорит, если вы такие получили, Даркон, напишите в ответ на эту смс-ку единичку. Ну, и там ваш какой-то там персональный код. Смотрите, если какая-нибудь левая смс-ка вам придет, и пришлите единичку, вы можете прислать единичку и подписаться на какой-нибудь дорогой сервис мобильный. Есть такое мошенничество. Так что смотрите, кто вам там это посылает все. Вот. В общем, вам пришлют смс-ку, единичку отправляем, все, паспорт рабочий. Все. Можно им пользоваться. После этого рекомендуют старый паспорт свой сжечь, разорвать на клочки, даже целиком ни в кое-что не выбрасывать. Можно, наверное, на память оставить, я не знаю. Как каждый сам. Я лично свой, мы наши паспорта, мы их не выбрасываем. Мы старый наш паспорт, вот этот вот, который временный, мы их таскаем вот с собой. Потому что мы боимся новый потерять. То есть новый у нас он лежит, а мы сходим со старым. Который, как бы, он еще даже действительный какое-то время. Просто, наверное, потом, когда он будет уже недействителен, хотя, наверное, он даже сейчас уже недействителен, потому что мы получили биометрию. Ну, короче, у нас вот за полгода в Израиле никто ничего не спрашивал, ни разу документы вообще. Ну, наверное, потому что мы очень так приметно выглядим. Потому что я такой под два метра лоб, и штукенция такая метр пятьдесят. И, как бы, такие два чувака, знаете, как бы, ну, явно они, как бы, ну, такие приметные люди, как бы, у них ничего никогда не спрашивают. Вот. Так что, в общем, комфортно и хорошо в этом плане. Так мы получили паспорта и вот довольны. Единственное, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем я получил Даркон. Я слышу вот эту вот фразу еще раз, потому что все, мол, такая паспортная алия, люди приезжают за Даркон. Ну, наверное, кто-то может приезжать за Дарконом. Я не знаю, я в Израиле живу, и, как бы, не планирую никуда уезжать. И, в общем, не знаю, нахрена я заплатил деньги, чтобы его получить. Можно еще, кстати, получить... Ну, давайте про Даркон поговорим. В чем фишка Даркон? Есть такая штура, как она называется? Лесе-пасе? 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 Да, вот. Ма-вар. Ма-вар. В общем, ладно. Есть, короче, на 5 лет за кран-паспорт местный. Лесе-пасе. Есть Даркон. Даркон, и сразу, когда ты приедешь в Израиле, ты можешь получить либо Лесе-пасе на 5 лет, либо Даркон на год. Фишка разницы в чем? Очень простая. То, что с Дарконом ты можешь поехать в Штаты и в Англию. С Лесе-пасе ты туда не можешь поехать. Вот и вся разница. Но при этом Шенген и там, и там есть. Безрегитные. Вот. Так что, может быть, если будет очень жарко летом, так что мы тут сдохнем, тогда мы, может быть, куда-нибудь съездим переждать жару. И тогда, наверное, Даркон пригодится. Вот. Так что, вот такая вот история. Столько у нас всяких этих бумажек. Замечательно, конечно, здорово. Я, конечно, до сих пор еще себя не ощутил в полной мере. Точнее, знаете, я так вот, ну, каждую секунду я такой потихонечку ощущаю, как классно, то, что нас отсюда никто не выгоняет и уже не выгонит, и мы себя чувствуем уже как дома тут. Это очень приятное ощущение, когда ты вот, ну, чувствуешь себя в домике. То есть, вот, ну, как мы три года жили в Нидерландах, и вот всегда в Нидерландах была такая проблема. Ну, мы такие внутренние мигранты уже там, лет 10. Такие мы, в общем, ребята, думали уже куда-нибудь уехать по причинам, по разным, и политическим, и разным. А вот, в общем, мы, когда были в Нидерландах, мы очень горевали все время. То, что вот ты в Нидерландах, значит, живешь, тебе нужно оттуда уезжать, это будто тебя все время оттуда выгоняют. Вот, вот, ты там три месяца пожил по этой визе, и вот тебе надо сваливать. А вот ты живешь в Израиле, и вот с этими бумажками, в чем самый главный плюс, то, что ты чувствуешь, что ты, наконец-то, в домике можешь расслабить булки, можешь расслабиться, фу, меня никто отсюда не выгоняет, я могу спокойно уже себе вот жить в своем домике и заниматься, сосредоточиться на своих делах, уже не сидеть на чемоданах, просто сосредоточиться на своих каких-то проектах, на работе, и идти к своей цели, к своим мечтам. В общем, это очень клевое чувство, конечно, когда вот эти бумажки есть, когда они, конечно, когда у тебя их нет, ты вот о них мечтаешь. Потом они тебе появляются, и ты такой, ну да, хорошо, что есть эти бумажки, да. А потом, как бы, ты уже, ну, не обращаешь на это внимание. Но, на самом деле, вот я это до сих пор еще обращаю на это внимание, потому что вот эти бумажки, они у меня есть. Я именно чувствую, знаете, вот это вот ощущение, ну, как будто бы ты странник, который, наверное, знаете, какой-то вот, я, конечно, не еврей далеко, может быть, у меня есть какие-то корни со стороны там, одна четвертая какая-нибудь, но, тем не менее, вот, знаете, тоже вот еврейский народ, он страдал, он две тысячи лет скитался вокруг, и вот он нашел свой дом. И вот я тоже, я, конечно, человек маленький, и скитался не так долго, и тем не менее, ну, я вот тоже нашел какой-то свой дом, это приятное ощущение, потому что тебя никто не выгоняет. Вот, можно расслабиться. Ну, честно говоря, я до сих пор еще не отошел. Вот от процесса вот этой эмиграции, вот эти полгода прошли, ну, мы еще тут очень, вот эти все полгода, мы очень активно ездили туда-сюда каждую неделю, и я чувствую до сих пор еще жуткое напряжение, я чувствую, что я еще до сих пор не расслабился, мне до сих пор еще, я еще, ну, не успокоился, у меня вот эти вот, ну, нервы, они еще до конца не, эти узлы нервные не развязались, я только сейчас потихонечку начинаю, вот, адаптироваться. Адаптироваться, именно привыкать к Израилю, как к своему дому, и это очень приятное ощущение, именно вот, но это сложно, сложно к этому прийти, просто потому что сложно даже расслабить свои гулки, когда такой странник, вот, ну, мы, конечно, тоже дали, за полгода весь Израилем ездили, это было круто, это было интересное приключение, но это было жестко, это было жестко, не знаю, стал бы я снова это делать, если бы сейчас приехал, потому что это же, это жесть, наверное, стал бы, потому что было очень интересно, и мы еще будем путешествовать, будем еще ездить, так что буду ждать ваши комментарии, напишите, вот, как вы с вот этими всеми бумажками, как вы их получали, расскажите ваши истории, получали вы их в руки или просто кинули их куда-нибудь в почтовый ящик синагоги, как мне бросали мою симку, я туда два раза ходил, с Равиным общался, дайте мне, пожалуйста, мою симку, ну, было прикольно, где еще, как еще с Равиным мне пообщаться, вот, не, ну, это не проблема, в любую синагогу приходи, да, общайся, значит, буду ждать ваши комменты, с вами был Игроглаз, до новых встреч!